Слушайте доктора. И профессионального выгорания. Все знают, что до 80% жителей планеты периодически испытывают влияние стресса. Дальше Геннадь, поэтому первый вопрос. Что же такое стресс? Почему он возникает? От чего? И что с этим делать? Стресс действительно очень распространенный в наше время явление. И стресс это реакция организма на перегрузку. На чрезмерную физическую нагрузку, эмоциональную нагрузку, информационную нагрузку. И каждый из нас то и дело испытывает стрессовое напряжение. На работе, дома, в обычной жизни. И главное, самое страшное не сам стресс, а умение с ним справляться. Умение преодолевать в стрессовых ситуациях свои проблемы и принимать решения в сложных жизненных ситуациях. А правильно я понимаю, что стресс это своего рода защита организма, когда он нам показывает, демонстрирует, что есть какая-то проблема, и давай, дорогой мой человек, ее вместе со мной решать? Ну вот если мы говорим про острый стресс, то есть что-то случилось в жизни, какая-то неприятность, сократили на работе, развод, там еще какие-то проблемы, то острый стресс, он даже и полезен. Это не защитная реакция, это реакция организма для того, чтобы мобилизовать силы и принять решение непосредственно, быстро, решительно, уверенно. Но если этот острый стресс не решается, а приобретает форму хронического стресса, то есть, как психологи называют, плохого стресса, тогда это уже проблема здоровья, душевного здоровья, физического здоровья, и нарушается качество жизни. Давайте поговорим о том, как именно нарушается качество жизни, насколько это влияет на наши физиологические процессы, вот состояние стресса. Ну, если мы говорим про острый стресс, это непосредственно какая-то психотравма, горе, несчастье, которое сложилось с человеком, то каких-то серьезных нарушений в организме человека не происходит. То есть, запускаются некие механизмы адаптации, вырабатываются некие вещества биологически активные, которые помогают организму, наоборот, справиться в сложной ситуации. Самое страшное – это хронический стресс, когда из года в год, из недели в неделю, из месяца в месяц ничего не делается человеком в своей жизни, то в организме начинают накапливаться вещества, которые должны быть утилизированы в остром стрессе. И эти вещества биологически активные, например, продукты адреналина, продукты различных стрессовых гормонов, которые должны из организма быть утилизированы в состоянии острого стресса, они остаются в организме и наносят, скажем так, вред. Как это проявляется? Как это проявляется? Эти продукты, скажем, полураспада, они остаются в организме и накапливаются в тех органах, где наиболее чувствительные места у человека. Например, сердечно-сосудистая система. Мы ведь каким-то органом, каждый человек реагирует на стресс по-своему. Кто-то давлением, да, на какие-то эмоциональные стрессы. Кто-то начинает болями в желудке реагировать, вот так называемая медвежьей болезнь. У кого-то бессонница, да. У кого-то начинают болеть ноги, у кого-то голова. Все вот, какой-то есть орган мишени, у каждого человека свой. Поэтому, когда человек находится в хроническом стрессе, как раз вот стресс бьет по этим вот органам-мишеням. И формируется некое психосоматическое заболевание. То есть психо – это душа, сома – это тело. То есть к психосоматическим заболеваниям относятся те заболевания в этиологии или в генезе образования этого заболевания. Есть психотравмирующий фактор, то есть стресс, который в свое время не был разрешен и приобрел характер такого хронического стресса. То есть положили, забыли, и потом у нас все эти болячки вспоминут. Ну да, и потом это вот проявилось в виде болячек соматических. Поэтому человек начинает ходить по врачам-соматологам, терапевтам, кардиологам, гастроэнтерологам, неврологам. И, может быть, когда-нибудь придет к психотерапевту, но это уже пройдут, может быть, месяцы или года. И к психосоматическим заболеваниям как раз относится гипертоническая болезнь сердца, бронхиальная, астмоязвенная, болезнь желудка, то есть вот эти все заболевания распространенные, в этиологии которых есть состояние хронического стресса, когда человек длительное время находится в неразрешенной, в напряженной для него ситуации жизненной. Поясните, пожалуйста, как это связано? Что? Вот именно болезнь, которая получается, например, язва, и вот наше такое стрессовое состояние. Во время стресса напрягаются мышцы. Стресс ведь с древних времен еще у человека есть такая физиологическая функция, что когда впереди опасность, например, древний человек, когда был перед ним мамонт, например, вот ему надо что-то делать, стресс, стресс. У него было два только способа борьбы с этим стрессом, с этой опасностью. Это чего? Либо нападать, либо убегать. Все понятно вроде, да? Силы мобилизуются, вещества выводятся. И в том и в другом случае. В другом случае, да, в том и в другом. Со времен у человека есть третий способ совладания с этой опасностью. Это ничего не делать. Если по-бытовому это сказать, это терпеть. Терпеть напряженные условия работы, терпеть неудовлетворенность личной жизни, терпеть безденежье, социальные, финансовые какие-то проблемы. Поэтому это терпение, оно и приводит к накоплению этих продуктов и проявляется в виде соматических заболеваний. То есть современный человек, он не может адаптироваться к тем древним механизмам. То есть сейчас сложно нападать, например, да, там на начальника или на мужа, который не удовлетворяет твоих каких-то базовых потребностей. Конечно, он будет терпеть, выслушивать это все. И все это копится годами и выливается вот соматическое заболевание. Как мы можем понять про себя, что мы находимся в состоянии стресса? Как не запустить ситуацию? Каковы признаки? Ну, наверное, самый первый признак, когда человек может понять, что он находится в стрессовой ситуации, то есть в состоянии напряжения. Просто остановиться, наверное, в жизни и подумать, все ли его устраивает. Все ли то, что в его жизни происходит, удовлетворяет его потребностям, целям. Все ли ему нравится на работе, дома, в семье, на работе. Потому что психологи говорят о том, что два фактора, которые приводят к хроническому стрессу, это неудовлетворенность в самореализации и в самоактуализации. То есть человек по-простому не может найти себе места в жизни. Не в личной сфере, не в профессиональной. Поэтому, наверное, первый шаг – это остановиться, посмотреть, все ли в твоей жизни так, как ты задумал или так, как тебе хочется. Второй, наверное, посмотреть на свое окружение, прислушаться к своему здоровью. Ну, как раз о чем мы с вами говорили, да, если есть какие-то болячки всплывшие, проанализировать, наверное, да, насколько они могут быть связаны с тем стрессом, который мы получаем. Да. И, наверное, в-третьих, все-таки поделиться. Поделиться со своими близкими, родными. Ну, это может быть с родным человеком, что вот у меня есть проблемы. Потому что те стратегии, например, убегания от стресса, как отрицание, что у меня есть проблемы, они усугубляют как раз все эти проблемы. Поделиться, рассказать, что-то мне не нравится. Вот, хочется рассказать. Может быть, обратиться за помощью, за поддержкой, за заботой. Возможно, найти способы, куда можно обратиться, с кем пообщаться. А дальше уже искать пути выхода из той или иной ситуации. Да, Сергей, давайте еще поговорим именно о таком факторе, как синдром сгорания, да, или профессионального выгорания. Что это такое? Это связано как раз с первой причиной, которую Вы называли, наверное, недовлетворенностью, рабочими процессами. Или, может быть, и не только рабочими. Поясните, пожалуйста. Синдром выгорания, он известен, наверное, с 70-х годов XX века. И, наверное, Россию он захлестнул с 90-х годов. И уже около 20 лет мы говорим о синдроме сгорания, или синдроме выгорания, или синдром менеджера, его кто-то называет. Кто-то называет синдромом белых воротничков. Но он действительно стал очень актуальным в нашей стране в связи с развитием частных компаний, компаний, ну, скажем, в которых много работает молодежи. И цель молодежи – зарабатывание денег, достижение каких-то успехов карьерных, и пренебрежение своим здоровьем, отдыхом, сном, хобби, увлечением. То есть то, что является отдыхом и пополнением положительных эмоций. То есть это когда все ресурсы организма брошены на одну цель – достижение результатов на работе. Правильно я понимаю? И на работе тоже синдром же выгорания может быть, например, у женщин, которые сидят в декрете по уходу за ребенком. Она в течение трех лет лишена общения в коллективе, да. Она находится непосредственно в такой монотонной, однотонной, хотя это приятная работа – уход за ребенком, собственный ребенок, но все равно монотонность работы, она тоже приводит к выгоранию. И поэтому очень часто женщины к концу третьего года начинают капризничать и понимают, что нужно выходить на работу, и тут же появляется некий страх выхода на эту работу. И это тоже выгорание. Неуверенность в себе, в своих силах, неудовлетворенность своей внешностью, своими профессиональными какими-то способностями. То есть не только на работе, но и дома может быть. Выгорание, оно может быть еще и в семейной жизни, когда очень долго ничего не происходит. Люди живут друг с другом без каких-то эмоциональных привязанностей. Просто по привычке. 20-30 лет. А если еще это сопряжено с алкоголизацией того или иного супруга, то выгорание, вот эта монотонность, постоянно одно и то же, она тоже приводит вот к тому, чему приводит. К выгоранию, к эмоциональному истощению, напряжению и вообще потерю интереса к жизни. Бывает ли здесь какая-то периодичность или именно такой довольно-таки монотонный процесс выгорания? То есть какие-то всплески активности, желание изменить все появляются? На первых порах, да, появляются, потому что кажется, что нет, я не болен, нет, все хорошо, проблемы нет. Это просто что-то я сегодня не выспался, там тут неудача, там неудача. И это все тянется действительно годами. Вычерпывается вот колодец эмоциональный, он вычерпывается до дна. Вот тогда человек падает. И уже требуется, наверное, профессиональная помощь, помощь друзей, знакомых, для того, чтобы пополнить вот этот колодец, который был вычерпан до дна. Что такое деперсонализация? Деперсонализация – это тогда, когда человек перестает чувствовать, супереживать, эмпатично относиться к подчиненным, коллегам, к себе, все, что его окружает. Если попросту сказать, появляется некое бесчувствие и цинизм к окружающим. Один из симптомов выгорания. Что, собственно, нам теперь с этим делать? Да, вот есть у нас несколько категорий. Ощутили мы, на самом деле, если, что мы находимся в состоянии стресса, как его, не знаю, оптимизировать, наверное, да, свести к минимуму, потому что сразу выйти из него, наверное, не получится ни у кого, да, самостоятельно. Что делать, какие этапы? На первом этапе это, конечно же, ну вот опять же говорю о том, что остановиться. Понять и принять, что у тебя есть проблемы. Принять тот факт, что ты действительно выгорел. Что у тебя не все хорошо в твоей жизни или с твоим здоровьем, или там в личной жизни, вокруг тебя. Тебя не удовлетворяет работа, у тебя что-то произошло со здоровьем. То есть принять тот факт, что это не временно, что это действительно есть в твоей жизни. А причины, наверное, бывают внешние и внутренние. Да, вот здесь еще поясните, пожалуйста, что это за причины могут быть? Чем они отличаются? Влиянием каким отличаются? Ну, внешняя причина – это то, что нам диктует социум. Мы должны там работать 24 часа в сутки. С нас требуют план. План или там сдачу какого-то проекта, и мы хотим, не хотим, мы в срок должны уложиться. А внутренние факторы – это характер, темперамент, особенности нашей личности, которые формируются до того момента. Но обычно говорят, что личность формируется до 17 лет. Дальше уже вопрос о Тойоте. Сформировалась зрелая, незрелая личность? Ну, все, что социум может вложить в нас, микросоциум – это семья, воспитание и темперамент – это до 18 лет. Все мы разные, одинаковых нет. Для одного, скажем, сокращение на работе, будет крах и катастрофа на всю жизнь, и он подняться не сможет, например, найти такую работу, которую бы лишился. Для другого смена работы – очередной этап его жизни. То есть мы разные, мы все на стрессы переживаем по-разному. Точно так же разводы. Умение видеть какие-то положительные моменты – это большой плюс для тех, кто хочет как-то из ситуации выйти. Это здорово, когда еще в детстве, в семье, все это говорится, рассказывается, что существуют проблемы, как из них можно выйти, что не все так плохо. В каждой проблеме есть другая сторона, не только отрицательные, есть положительные моменты. И умение находить какие-то положительные вещи из отрицательных стрессовых ситуаций – ну, это дается где-то в семье. Учится преодолевать, учится принимать решения, учится анализировать. И, конечно, такой ребенок, когда он входит во взрослую жизнь, ему легче справляться с теми стрессами, которые происходят в жизни. Потому что без стресса в жизни нет. Мы каждый день встречаемся с тем или иным стрессом, и главное не избегать их, мы же не в тепличных условиях живем, а уметь в них жить, с ними справляться, для того, чтобы не разрушиться. Ну, то есть на самом деле этот путь постепенной такой борьбы, перешагивания через себя, противодействия с целью получения каких-то лучших условий – это путь выгодный. То есть нужно идти, искать положительные моменты, перестраиваться, и это у нас в конечном итоге приведет к положительному исходу. Правильно я понимаю? Перебарывать себя, заставлять себя, может быть, это приведет к противоположным вещам, потому что когда-то, когда-то все равно мы устанем бороться с самим собой, устанем и придем к выгоранию. Прислушаться к себе, задать себе несколько вопросов, что хочется, что нравится, что не нравится. Возможно, эта ситуация не катастрофичная, в ней есть что-то такое, что, ну, по какой дорожке мы можем выйти из этой ситуации. Это соломинка, которую мы судьба посылает, если хотите. Да, соломинка это можно назвать, сели каким-то вот коллатеральным путем, когда мы уходим и находим какой-то выход, потому что безвыходных ситуаций их не бывает. Главное, в стрессовой ситуации не растеряться, а начать искать, действовать. Вот как тот древний человек с мамонтом. Если стоять перед мамонтом, конечно, этот мамонт тебя, ну, сам примет решение, что с тобой сделать. А когда ты принимаешь решение, тогда это как раз то действие, спасительное действие от хронического стресса и напряжения. То есть не всегда мы можем наступать, набрасываться на тот момент, а иногда можно и убежать. Можно убежать, конечно. Ради сохранения энергии. Главное, чтобы это было твоим решением, и те вещества, которые у тебя выработались во время стресса, они были реализованы движением, действием. Когда ты ничего не делаешь, вот всё накапливается у тебя внутри, ты не реализуешь то, что природой дано. Давайте вернёмся к эмоциональному сгоранию, к причинам его появления. Мы с вами упомянули внешние и внутренние причины. С внутренними понятно, да, это стремление искать положительные моменты, идти вперёд. Иногда, несмотря ни на что, но иногда можно себе и дать немножечко волю отдохнуть. А с внешними причинами что делать, которые так вот общим грузом у нас наваливаются. Внешние причины. Если мы говорим о работе, то когда мы устраиваемся на работе, вот некоторые вещи по внешним причинам, мы их сами создаём, и психология здесь может быть не особо и может чем-то помочь. Единственное, что поддержать или указать на какие-то моменты, чтобы в последующем их не повторять. То есть, когда мы устраиваемся на работу, подписывая трудовой договор, мы чётко видим время, должностные инструкции, объём работы. Но почему-то мы с этим не особо знакомимся. И когда мы начинаем работать, оказывается, что у нас ненормированный рабочий день, что у нас нет графика работы, отпусков, не предусмотрены социальные какие-то вещи. И мы вынуждены мириться с этим. Конечно, это приведёт к недовольству и удовлетворению работой. А что, если это связано напрямую с теми результатами, которые ты сам для себя хочешь достичь? Что ты хочешь получать, грубо говоря, зарплату больше, вот, пожалуйста, изволь, трудись больше. И тут уже волей-неволей приходится как-то себя ущемлять в других аспектах, да, и все свои силы, всю энергию как раз в работу и направлять. Как в этом случае быть? Ну, либо то, либо то. Цель, если цель идёт зарабатывание денег, карьера, ну, значит, это так. Тогда про здоровье мы не говорим. Про здоровье мы будем говорить лет через десять. Как максимум, да, иногда и раньше. Да, у здорового человека ресурс эмоциональный, мы же не роботы, эмоционально мы тоже истощаемся. Вот. И поэтому лет через десять без отпусков, без выходных, с бессонницей, с массой работы, там, не сделанной, мы всё равно столкнёмся с этой проблемой здоровья. Как раз все эти болячки, которых вы говорили, на которые будут случиться. Болячки, начнётся бессонница, начнётся недовлетворённость с жизнью, а для чего всё это было, а ничего не заработал, ничего не получилось, начнётся обесценивание, переоценка жизненных ценностей. Получится, что счастье-то оно в семье, в огородике, с козочкой, а не в зарабатывании денег и в бессонных ночах. Как мы можем подготовиться к тому, что будет по истечении десяти лет, нам всё-таки встретить достойно. Не встретиться. Да, не встретиться с этими проблемами. Вот всё-таки у многих людей сейчас темп жизни очень высокий. Как себя как-то заряжать энергетически, как помогать своему организму? Психологи вообще называются. Сейчас век тревоги и беспокойства. Потому что суета, она везде, везде. Что делать? Опять же, остановиться и продумать свою жизнь. График, расписание, режим дня, работы. Не забывать о своём личном времени. То есть организму легче жить по режиму. Не хаотично. Тогда каждая система, каждый орган вырабатывается настолько, насколько требуется за этот период рабочего времени. И он знает, что дальше будет отдых. Он восполнится, отдохнёт. И дальше снова в этом же режиме будет работать. А когда хаотично, организм просто истощается, не понимает, где работа, где отдыхать. Когда можно восполнить. Да, когда можно восполниться. Поэтому главное жить по режиму. Может быть, это скучно, но это долговечнее. Держать себя в режиме это тоже довольно-таки большое достижение, не каждый с этим справляется. Существует такое понятие, как тайм-менеджмент, правильное распределение времени, рабочего и личного. Если попросту сказать, то человек должен понимать, что должно быть от сих до сих рабочее время. Скажем, от восьми до пяти. Всё. Двери закрываются, работа заканчивается. С пяти до десяти вечера, к примеру, это личное время. Когда вот эти границы нарушаются, тогда это вот всё перепутывается. Работа не до пяти, а до десяти вечера. Ночь – это не ночь. Это кропение за бумагами или там за проверочными какими-то вещами. Чёткое распределение дня на рабочее и личное время. Чёткое. Если рабочее время, значит, рабочее время тоже распределяется. Вот знаете, как в школе. 45 минут, 15 минут перемена. Вот рабочее время точно так же для того, чтобы не истощаться. 45 минут я работаю или там час, 15-20 минут мне надо, ну, я уж много говорю, ну, 10 минут, да, личного времени для того, чтобы я мог отдохнуть. Приложить там голову, не знаю, просто закрыть глаза, включить какую-то музыку или просто отвлечься, посмотреть на окно. любой отдых, любое переключение с обычного ритма работы. 5-10 минут, каждый час. Этого достаточно. После 5 часов, когда приходим домой, это время тоже должно быть как-то структурировано. на отдых, на общение, на одиночество, на сон, на чтение любимой литературы, занятие хобби, своим увлечением, посещением друзей, выставок, не знаю, театров там, просто прогулок по парку, спортивные какие-то мероприятия. Тоже должно быть всё распределено. Для того, чтобы после 5-ти я прихожу домой и ложусь на диван. Это не отдых. Ну, это время тоже должно быть отводиться там, просто на полежать. Ну, в принципе, личное время тоже должно быть структурировано, которое вы отдаёте своим близким, своё личное время и только себе. И, конечно, не пренебрегать выходными. Выходные иногда у нас отдаются в другой работе, на доделывание каких-то дел, на домашнюю работу. Из этого тоже нужно хоть один день, из двух, если два выходных дня, один день отдавать на себе. Или, как психологи говорят, один день в неделю должен быть днём лентяя. Так, очень интересно. И что же делать в день лентяя? А что хочешь? То, что хочется. То, что хочется. есть ещё такое явление как отпуск. Иногда мы берём деньгами этот отпуск, пренебрегая, нужно работать, пренебрегая отдыхом. Иногда точно так же берём недельку и лежим дома. Отдых должен быть полноценным. Лучше со сменой обстановки, лучше уезжать из тех стен, где у тебя связано с бытовой жизнью, то есть повседневностью. То есть это может быть не обязательно моря за границей, это может быть просто садовый домик там за пределами города. Или навестить бабушку где-нибудь в деревне. Это тоже будет отдых. Смена обстановки. Не забывать о себе. В этом тревожном бегущем мире, мы забываем о себе. Для нас главные другие какие-то ценности. А мы как человек забываемся. Поэтому нужно вспомнить, что существуют выходные, существует отпуска, существует личное время, существует увлечение, существует желание, мечты. И тогда всё получится. Давайте тогда теперь ещё кратко для тех, кто у кого сейчас всё замечательно, и мы очень за них рады. И всё-таки профилактика вещь очень значимая. Советы, памятка для тех, кто решил серьёз задуматься о возможном эмоциональном сгорании, которое может быть поджидает, может быть не поджидает кого-то впереди. Вот основные советы, что делать, чтобы как-то подготовиться и избежать эмоционального сгорания. у каждого человека в течение нашей жизни есть некие желания и мечты, либо нереализованные какие-то цели, они связаны с глобальным зарабатыванием денег, с бытовыми вещами, а связаны с каким-то своим сокровенным, с личным, с тем, что не удалось реализовать до этого момента. Очень часто люди, которые приходят на приемы, спрашиваешь когда про мечты и то, что не реализовано было, вспомните себя, например, в детстве, оказывается, очень много всего вспоминается, но не было времени, все куда-то спешили. Это проблема тоже, кстати, и пенсионного возраста, когда вроде а что и делать, работы нет и все, а были же мечты, увлечения, желания, чего-то хотелось, но не было времени. Вот задуматься и начать реализовывать или осуществлять свои мечты. Никогда не умели плавать? Запишитесь в бассейн. Сейчас клубы дайвинга есть, есть масса клубов изучения различных языков, начните заниматься ими. И ведь какой мощный заряд энергии дает нам существование и уверенность появляется, самооценка повышается. все, что мы новое получаем в жизни, оно как раз придает нам силы и пополняет вот тот колодец, который мы черпаем в течение всей жизни. Наверное, кроме того, что что-то новое в жизни найти, нужно как-то, наверное, еще получать положительную энергию от того, что есть у нас. как ее можно выделить. Потому что мы же, когда увлекаемся и с головой уходим в какую-то одну деятельность, мы забываем про все остальное. И, наверное, на этом этапе нужно вспомнить, что в твоей жизни есть еще родные и близкие. Есть люди, которым ты дорог, тебе дороги. И, наверное, возобновить с ними общение, возобновить какие-то совместные мероприятия, типа семейных ужинов, семейных выходов куда-то в лес. То есть, как-то, наверное, обозначить это как возвращение к той жизни, с которой все началось. Ну и все это в конечном итоге поможет нам справиться и со стрессовыми ситуациями, и с эмоциональным сгоранием. Но все-таки если... Человеку всегда нужна в этом помощь. И самостоятельно есть подобные ситуации, ведь наверняка очень сложно. Если помощь близких, родных, любимых людей так не может дать нужного эффекта, тогда всегда есть возможность обратиться к профессионалам, к специалистам, в частности, в центральную поликлинику Лайт, где на приеме с вами пообщается, побеседует. Возможно, найдете вы вообще какие-то пути выхода из сложной стрессовой ситуации с Фроловой Натальи Сергеевны, которая сегодня была у нас в гостях. Наталья Сергеевна, спасибо большое, что рассказали. Тем очень много, так что ждем вас в гостях еще. Спасибо. Это была программа «Слушайте доктора». У микрофона была Вера Власова. Будьте здоровы! Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.